всем привет вы на канале крипто комнатс и это быстрый обзор по биткоину давайте сразу от малого к большому на 10 секунд нам таймфрейме у нас супер мега памп на 5 минутках у нас с вами был хороший такой памп с 39000 на 42 практически на 41 700 и обратно мы сдулись еще ниже на 38 800 такой некий барт симпсон где конечно сквизанули всех порядочно то есть те кто начал видели вот это движение начали запрыгивать вот здесь вот в лонге их конечно же побрили маржинальщиков но многие начали параноид что это все что это откат вниз что мы пойдем еще ниже вот но я в чате писал что не ведитесь все нормально даже кевин свэнсон понимаете меня что убеждает даже уважаемые такие люди как ридван наш дружище кевин свэнсон уже сомневаются в том что это бычий рынок и что мы идем на 100к и выше посмотрите кевин свэнсон делает пост где он находит аналогию между 2018 году и 2028 что вот у нас этот свеча фитиль и дальше мы уходим еще ниже типа и падаем 6000 на 3 это кстати знаменитая свеча свеча тона вейса ее называли потому что тон вейс вот здесь вот за шортил потом здесь над ним все ржали типа ха 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 тона ликвиднула на самом деле его нифига не ликвиднуло и он очень правильно зашортил потому что мы упали 6 на 3 но ребят я думаю что это притянутый за уши фрактал кстати подписывайтесь на наш телеграм-чат чтобы ничего не пропускать там много всего интересного происходит вот например на нашем втором канале крипто комикс 20 мы выложили видео перевод с канала chart guys dance канал chart guys очень крутой трейдер аналитик психология и мышление трейдера посмотрите сейчас появится сверху но и вообще подписывайтесь на второй канал обязательно так и вот что мы после этого видим мы видим что все продолжается смотрите конечно же надо еще сначала пробить вот этот вот хай и закрепиться над ним чтобы говорить о продолжении ту за муну но у нас есть зеленый money flow хорошие объемы дивергенция вот но это все мелкие таймфреймы это ни о чем ребята это ни о чем потому что если мы отдаляемся еще больше смотрите 45 минутка вот у нас было накопление дивер желтая точка выход из накопления 4 часовик повышающиеся минимумы понижающиеся максимумы то есть некий такой треугольник из которого мы должны пробиться уже с вами буквально вот-вот с этим я думаю не поспоришь вот у нас было ложное пробитие можно так сказать а можно сказать что его еще не было в любом случае поддержка и сопротивление сходится и как говорит наш друг карл сильное движение неизбежно вот в одну из сторон либо флэт в бок конечно же ребята отдаляемся еще больше и понимаем что на дневке мы находимся уже год с вами в боковике и во флете вместо того чтобы расти как по идее должен совести биткойн на стандартном обычном рынке тем более сейчас еще в пользу того что он должен расти говорит нам печатный станок фрс который напечатал за вот это вот время уже в пять раз больше денег то есть биткойн сейчас на самом деле я показывал график манистоку вот он вот так вот выглядит то есть биткойн сейчас на самом деле ниже чем пик семнадцатого года в 20000 то есть мы даже наших шестидесяти девяти тысячах еще не были на тех двадцати тысячах с счетом вброса денежной массы так что биткойн сейчас по-справедливому чтобы стоить те двадцать тысяч уже должен набрать сто восемьдесят шесть процентов а если мы говорим о шестидесяти то там понимаете какой расклад поэтому смотрим дальше по опять же все говорят вот кризис война все дела биткойн типа не должен расти так наоборот ребята биткойн если вы не помните был придуман как ответ на кризис тут не видно на блx и видно вот когда он появился здесь тоже не видно короче биткойн появился в 2009 году если меня не изменяет память как ответ на кризис 2008 года ребята и показывал себя с тех пор как очень очень крутой актив и хедж против инфляции от всего этого безумия которое происходит традиционных рынках поэтому мы отдаляемся с вами еще больше на недельный таймфрейм здесь у нас конечно же есть опять же медвежий сигнал то что у нас money flow вроде как сейчас собирается заворачиваться в красную зону это не есть гуд потому что смотрите у нас тут глобально вот был бычий медвежий бычий медвежий бычий и сейчас вроде как типа в медвежий он нас заводит и так то оно так но на двух недельках там пока все еще бычий и на дневке я вам уже показывал красный money flow подходит к концу то есть вроде как сейчас как раз может начаться бычий да как это было вот здесь и здесь но самое интересное ребята начинается когда мы включаем логарифмический канал логарифмическом канале мы вообще очень-очень низко мы практически в зоне перепроданности в зоне аккумуляции снова откуда обычно у нас начинаются бычи бычьи рынки да да то есть мы же зоне дна медвежьего рынка не знаете что возможно что действительно это мы имеем дело с уменьшающейся волатильностью и у нас не было шпильки наверх резкой но и не будет шпильки вниз тогда резкой который сейчас все ждут а у нас просто вот такой вот вялый мини бычий мини медвежий рынок и потом мы пойдем снова в следующий бычий и медвежий рынок как-то так может быть но вы скажете да логарифмический канал говно потому что мы из него вот тут вываливались а тут мы не дошли до верха надо строить новый логарифмический канал и я вам скажу окей это уже делал бенджамин ковин кстати в своих обзорах в таком случае если вы считаете что мы уже в медвежьем рынке окей вы можете построить приблизительно вот такой логарифмический канал и успокоить себя тем что да смотрите мы дошли точно до пика возвраты уменьшаются циклы удлиняются и все больше не будет никаких 100 тысяч никого тузымуна и мы идем вниз на 20 может быть такое может но есть одна несостыковочка смотрите где мы накапливались все время перед бычьим рынком на дне этого канала а здесь мы накапливались нифига не на дне этого канала да если пока вид дам посмотреть поэтому можно здесь делать как делал бенджамин кован начертить вот такие полосы честной цены грубо говоря и вот получится что как раз вот это дно канала эта зона аккумуляции но все равно получается что мы смотрите накапливались в этой зоне аккумуляции а здесь мы как бы от нее отталкивались и один раз только в нее свалились на коронадампе и вышли вверх поэтому не знаю я в такой логарифмический канал не верю ребята я верю что всех сейчас очень хорошо разыграли это самая гигантская медвежья ловушка потому что у нас была вот такая медвежья ловушка на биткоине вот такие вот несколько медвежьих ловушек в прошлом был ранее и сейчас вот такая вот двойная медвежья ловушка да собственно как и вот эти можно тоже считать просто не были более короткие и что мы улетим сейчас вот туда и представляете сколько там ликвидации шартов спрятана просто представьте если уже сейчас умудряются каких-то умников ликвидировать по 39 тысяч вчера вон были Представляете, сколько ликвидаций на 150, на 200 тысяч Сколько там хедж-фондов уолл-стритовских шортит Просто охренеть и не встать, я думаю, сколько Поэтому, ребята, я думаю, что мы будем расти Мы уже по многим индикаторам супер перепроданы Давно нам пора в хороший отскок Четырехчасовик это подтверждает Хорошими объемами Манифлоу выходит в зеленую зону Мы видим повышающиеся минимумы Я думаю, что будет очень хороший отскок Напишите в комментариях, что думаете вы И хочу вам сказать, что на бирже Bybit Залистили PAXG, то есть это контракты на золото Золотой стейблкоин Всем, кто интересуется торговлей золотом Мы торгуем им на Femex Тут я тоже добираю позицию, поскольку я показывал Золото вернулось в очень хороший уровень 78,6 по Fibonacci Я думаю, что с высокой долей вероятности Отсюда прямо она начнет отскакивать Собственно, добираю на Femex тоже золото Держу лонг по биткоину И на Bybit теперь тоже можно это делать Поэтому на Bybit я тоже набираю лонг по золоту PAXG, USDT Ребята, как торговать на бирже Bybit Сейчас у вас появится обзор сверху Посмотрите обязательно, если вы его не видели Все ссылки в описании Ну, а меня зовут Гринни, это канал CryptoCommons Спасибо большое, что смотрите Всем хорошего дня, успехов в трейдинге И профитролей в инвестициях Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok